Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Глава государства принял председателя Верховного Суда Жакипа Осанова. В ходе встречи рассмотрены вопросы отбора новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров. В прошлом году по отрицательным мотивам уволены 37 служителей Фемиды. Они принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику и не прошли аттестацию. Ряд судей привлекли к дисциплинарной и уголовной ответственности. Жакипа Осанов сообщил президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений. По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу. Важной задачей, по мнению Касым Жумар-Татукаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения правовых споров между госорганами и гражданами. Касым Жумар-Татукаев также принял министра торговли и интеграции. Бахет Султанов доложил об итогах работы ведомствам по ключевым направлениям, а именно о развитии внутренней и внешней торговли, поддержке экспортеров, индикационных процессах и защите внутреннего рынка от контрафактной продукции. На особом контроле вопросы ценообразования и стабилизации стоимости социально значимых продуктов питания. Разработан проект дорожной карты, который определяет задачи центральных и местных исполнительных органов. Положительно оценив деятельность министерства, Касым Жумар-Татукаев поставил перед Бахетом Султановым конкретные задачи по насыщению внутреннего рынка отечественными товарами, исключению необоснованного роста цен, периодических схем и упрощению доступа казахстанских товаропроизводителей к потребителям. Стратегически важной задачей остается укрепление позиции государства в интеграционных процессах в рамках ЕАЭС путем конструктивного взаимодействия с партнерами по Союзу. Президент Казахстана направил телеграмму султану Омана, в которой поздравил его со вступлением на престол, отметив стремительный экономический рост и повышение благосостояния народа. Султанатом глава государства высказал уверенность в том, что под руководством Хайсама Бен Тарика Аль Саида эта страна и впредь будет идти по пути процветания. Представители Гражданского альянса Казахстана предложили включить их в состав рабочих групп для обсуждения законопроектов. Как правило, оно проходит за закрытыми дверями и без участия членов НПО, пожаловались представители гражданского сектора. В итоге законы, по их словам, получаются сырыми и недоработанными. Поддержал эту идею первый заместитель руководителя администрации президента. Маулен Ашимбаев отметил, что в стране будет и дальше продолжена большая законодательная работа. И в этих условиях очень важно, чтобы Гражданский альянс принимал активное участие. Напомню, на сегодня это крупнейшая неправительственная организация, которая объединяет свыше 500 НПО республики. Поэтому сегодня очень важно, чтобы Гражданский альянс активно участвовал в подготовке законопроектов в предстоящий период. Но в то же время, после принятия тех или иных законов, очень важно разъяснять суть этих норм нашим гражданам. Как эти законы будут работать, почему они принимались. И здесь нам кажется, что Гражданский альянс, увлекая ТНПО, которые в него входят, общественная организация активно участвовала в разъяснении норм закона. Предстоящие реформы в пенсионной системе сегодня обсудят в специальном выпуске проекта «Круглый стол». Гостями прямого эфира станут министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, руководитель Центра развития трудовых ресурсов Тамара Дюйсенова, банкир Бола Джамишев и экономист Олжас Худайбергенов. Из Алматы к беседе подключится председатель Совета Ассоциации финансистов Елена Бахмутова. Не пропустите сегодня в 20.30 на нашем канале. В семье из-за резкого подъема уровня воды в реке Иртыш под угрозой потопления оказался жилой сектор. За два дня вода достигла критической отметки 478 сантиметров. В зоне риска четыре крупных жилых массива в черте города. Это больше 250 частных домов. О возможной угрозе сегодня сообщили в городском Акимате, пояснив, что мониторинг состояния реки проводят каждый час. Вода идет на оболь, несмотря на то, что Шульбинская ГЭС продолжает сброс. По словам специалистов, угроза возникла из-за зажоров, которые вызвал нестабильный температурный режим. Зажоры опасны тем, что у него он образовывается подо льдом. Его не видно, на каком участке он стоит. Пока сейчас сама вода не размоет этот затор, сама не уйдет. Вмешательство наше крайне нежелательно. Ситуацию драматировать нам сегодня не нужно. Но в то же время мы провели все силы и средства гражданской защиты, переведены в режим повышенной готовности. Прогнозируем места там, где потенциально мы можем ждать вот таких явлений, подтопления, они нам известны. Там находятся 254 дома, 760 человек. Потенциально все эти люди предупреждены. 15 лет ждут питьевую воду жители окраины Шимкента. Густонаселенный жилой массив Жанат-Алаб раньше был частью Сайрамского района. Сейчас он часть мегаполиса. Но люди до сих пор вынуждены набирать воду в колодцах. Ее качество оставляет желать лучшего, сетуют горожане. Они вспоминают, раньше вода в их дома поступала со скважины, однако позже этот источник перешел в частную собственность. Ситуацию взяли на контроль депутаты Мажелиса и члены фракции Нур-Отан. На встрече с местными жителями они пообещали, что проблема с водоснабжением будет решена в ближайшее время. Проблем много у нас. Во-первых, воды нет. Воды у нас толком даже во всем поселке нет. Начиная от туннеля и кончая вот этим. Без воды уже лет 15 надо. Канализации нет. Сроки есть в этом году, потому что здесь уже все расписано, выделены деньги, есть подрядчики определены. Я думаю, только остается, чтобы контролировать всю эту работу нашей партии и местной власти представителей. Еще шестерых пострадавших при крушении Фокера 100 под Алматы выписали сегодня из больницы. Состояние пациентов стабильное, они продолжают амбулаторное лечение. При этом под наблюдением врачей по-прежнему остаются 9 человек. Трое в научных центрах Нур-Султана. Куда их доставили с Песанавиации сразу после катастрофы. Отмечу, в кругу родных уже находятся и все маленькие пассажиры рокового рейса. Домой отправился также пациент, за жизнь которого медики особо переживали. Ранее у него диагностировали эмболию сосудов жировой ткани. И на какое-то время переводили на искусственную вентиляцию легких. У него было проявление жировой эмболии. Он стабилизирован. Был переведен из реанимации в отделение. В отделение также получил лечение. Сегодня он выписан. Актив передан. Главного врача поставили в известность. Он будет наблюдаться на амбулаторном уровне. Больше тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства выявили специалисты при проверке отечественных предприятий. Часть претензий связана с дисбалансом в оплате труда между иностранными и местными сотрудниками. Первым необоснованно завышали зарплату. Какие меры будут приняты по итогам проверок, знает Татьяна Ковалева. Больше 19 тысяч разрешений на привлечение иностранной рабочей силы выдано на 1 января этого года. В основном для руководителей и квалифицированных специалистов. На заработки к нам чаще всего приезжают из Китая, Турции, Индии, Великобритании и Узбекистана. И хотя работодатели исправно платят налоговые сборы, только по итогам прошлого года казна пополнилась более чем на 8 миллиардов тенге, нарушений тоже немало. Их выявили в ходе проверок. Дискриминация по условиям труда, нарушение санитарно-бытовых норм и несоответствие образования иностранных работников занимаемым должностям. И это еще не полный список. Местными исполнительными органами отозвано 703 разрешения, выданных на трудоустройство, на работу, а также правоохранительными органами, выдворенные за пределы страны, 507 иностранных работников. Из них за выполнение иностранными работниками работы по специальности, не соответствующей выданному разрешению, 193 человека. Для урегулирования ситуации на казахстанском рынке труда в правительстве уже предприняли ряд мер. Уже на этот год квоту на привлечение иностранной силы сократили больше, чем на 40%. Выдавать разрешения представителям рабочих специальностей будут только при отсутствии их на внутреннем рынке. Закон Казахстана одинаковый для всех, не имеет значения гражданин какой страны. Если они работают, проживают в Казахстане, должны соблюдать все требования казахстанского законодательства. Поэтому я поручаю Министерству труда совместно с другими государственными органами дальше усилить контроль. Еще одним новшеством станет то, что в этом году работодатели обяжут вместо иностранных работников готовить отечественные кадры. Татьяна Ковалева, Марат Диханбаев, Хабар 24. Казахстанцы не могут вылететь из аэропорта Манилы на Филиппинах. Из-за извержения вулкана Тааль. Они должны были отправиться в Гонконг, а оттуда в Алматы. Сейчас наши соотечественники перебронировали авиабилеты и в скором времени вернутся на родину. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров. По данным нашего посольства в Джакарте в результате извержения вулкана на Филиппинах граждане Казахстана не пострадали. Дипломатам обратились только два наших туриста, которые не могут вылететь из Филиппин, так как аэропорт города Манилы временно закрыт. Сейчас, по нашим данным, они меняют авиабилеты и в ближайшее время покинут территорию Филиппин. Вулкан на Филиппинах проснулся в воскресенье. Он расположен в 70 километрах к югу от столицы. Столб вулканической пыли поднялся в небо на 15 километров, что привело к отмене 172 авиарейсов. Власти опасаются взрывного извержения. Тысяча людей эвакуированы из закрытой школы и рынки. Однако некоторые туристы сейчас, напротив, устремились поближе к вулкану, чтобы рассмотреть и запечатлеть необычный процесс. Для нас это первый подобный опыт в жизни, потому что в нашей стране нет вулканов. Так что для меня это очень и очень интересно. Жители Баткинской области Кыргызстана просят перевести подразделение Министерства обороны к ним в регион. По их мнению, это позволит хоть как-то сократить число столкновений на кыргызско-таджикской границе. Очередной конфликт произошел 9 января. Подробнее в материале Бакыта Чермашева. Жители села Кокташ Баткинской области Кыргызстана обратились к президенту страны, премьер-министру и спикеру парламента. Они просят защиты у властей, потому что устали от постоянных конфликтов с гражданами Таджикистана. Сельчане говорят, что при каждом приграничном инциденте их семьи вынуждены бежать, оставляя дома, скот и имущество. По мнению сельчан, их защитит только армия, но для этого нужно, чтобы она была рядом. Сегодняшняя жизнь в селе – это каждодневное закидывание камнями и стрельба с той стороны. От этого жить становится все труднее и опаснее. Жители села живут в страхе, они боятся ложиться спать, потому что в любой момент что-то может случиться. 9 января в местности Джакау-Рук граждане Таджикистана закидали камнями автомашину, которая ехала из кыргызского города Баткена в село Кокташ. Позже около трех часов ночи таджикистанцы закидали камнями дом кыргызстанца. Приехавших же на место пограничников и сотрудников милиции и вовсе обстреляли из охотничьего ружья. В ответ на эти действия жители села Кокташ перекрыли дорогу Ош-Баткен-Исфана. Позже ситуацию удалось стабилизировать. Те места нашего проживания, которые расположены в шахматном порядке, мы предлагаем обменять. Безусловно, это должен быть равноценный обмен, и мы даже знаем, где и какие земли могли бы для этого подойти. Из-за того, что кыргызы и таджики живут в шахматном порядке, обычные бытовые конфликты перерастают в вооруженные. Протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном около одной тысячи километров. Почти половина из них остается несогласованной. На этом отрезке расположены 70 спорных участков, на которых чаще всего и возникают конфликты. И хотя в минувшем году число инцидентов снизилось, стычки не стали менее агрессивными. Все чаще сообщается, что в ходе столкновений применяется оружие. Бахачирмашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. Ситуацию в Ливии обсудят на встрече министров обороны и иностранных дел России и Турции в Москве. Ожидается, что в переговорах также примут участие обе стороны конфликта. Глава ливийской национальной армии Халифа Хафтар уже находится в Москве. Прибытие главы правительства национального согласия Арабской республики Фаеза Сараджа ждут сегодня. Что ждет экспертное сообщество от первой встречи такого формата в материале нашего корреспондента Даны Нуржан. О проведении российско-турецких переговоров по Ливии в Москве договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган на прошлой неделе в ходе переговоров в Стамбуле. Именно тогда главы двух государств выступили с инициативой о прекращении огня в Ливии и предложили себя в качестве посредников в урегулировании этого конфликта. Аналитики говорят, эта встреча в Кремле стала возможной благодаря опыту и успешности астанинского процесса по Сирии. Россия и Турция показали, что в рамках астанинского формата удалось добиться существенных успехов. Были ликвидированы три зоны деэскалации и это привело к стабилизации ситуации на значительной части территории Сирии. Сейчас именно Россия и Турция выступают как государств, которые инициировали встречу двух лидеров Ливии. К сожалению, очень много игроков вовлечены в этот конфликт. И поэтому невозможно быстрое решение о конфликтах, как, например, афганского кризиса. Важно, что переговоры по Ливии в Москве получили поддержку со стороны международного сообщества, в первую очередь Лиги Арабских государств и Евросоюза. В совместно российско-турецком заявлении было подчеркнуто, что их действия лежат в русле подготовки к международной конференции по ливийскому урегулированию под эгитой ООН в Берлине. Это же было подтверждено на переговорах Владимира Путина и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которые состоялись 11 января в Москве. Встреча направлена на достижение как минимум и как максимум одного результата. Это прекращение огня. Оно жизненно важно с точки зрения гуманитарных целей любого переговорного процесса и оно жизненно важно для создания основы для каких-либо переговоров. Опыт Астаны является единственной прочной основой, которая позволила вообще всю эту встречу организовать. Эта встреча в Кремле носит скорее технический характер, говорят аналитики. Прорывных решений никто не ждет. Но главное, начало урегулированию в политической плоскости положено. Дана Нуржан, Дмитрий Настиченко, Россия, Хабар, 24. Сенатор Бакаджан Жумагула встретился с учителями в Акмолинской области. Обсуждали закон о статусе педагога. Кроме мер социальной поддержки, документ возлагает и большую ответственность на тех, кто работает в школах и вузах. На встрече с сенатором педагоги признались. Такой закон о статусе педагога ждали долго. Повышение заработной платы в два раза, обеспечение жильем и другие предусмотренные социальные гарантии позволят поднять престиж профессии и решить многие проблемы, уверена учителя. Для молодых людей есть возможность и шанс поехать работать туда, где они хотят. Ну, к примеру, на село. И там есть возможность получить жилье, ну, по крайней мере, общежитие. То есть это гарантировано. И наши выпускники, которые имеют хорошую подготовку, они могут реализовать себя, имея материально защищенную базу. Все, что прописано сегодня в законе, оно работает на то, чтобы вернуть былую славу наших учителей. Принятие нового закона назрело давно, отметил сенатор. Теперь учителя на законодательном уровне освобождены от многих несвойственных им функций, а значит, смогут максимально погрузиться в учебный процесс. Меры же социальной поддержки и защиты педагогов дадут возможность для саморазвития и творчества, считает депутат. Теперь педагог имеет очень большие полномочия на творчество при преподавании тех или иных дисциплин. Преподаватели будут сегодня, те, которые окончили только университет, они будут в течение года у них будут наставники. За классное руководство будет оплачиваться, дополнительно оплачиваться до тетради. Теперь очень много вопросов педагоги стали с отчетностью. Нам, говорит, заниматься некогда. Мы все время пишем отчеты. Теперь законодательно поставлена точка в этом вопросе. Вместе с тем, как отметил депутат, педагогам следует понимать и ответственность, возлагаемую на них. Меры, принимаемые государством, направлены на повышение статуса учителей, а педагоги, в свою очередь, должны ответить новыми подходами и высоким качеством преподавания. Замат Казжанов, Анатолий Поляна, Кмолинская область, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Пенсионные накопления Один из главных вопросов, волнующих всех без исключения казахстанцев. Как обеспечить себе достойную старость? Эту тему обсуждают на самом высоком государственном уровне. 2 сентября президент Касым Жомар Тукаев в своем первом послании народу Казахстана поднял вопрос о повышении эффективности пенсионной системы. Глава государства поручил правительству и Национальному банку проработать возможность использования гражданами своих сбережений на покупку жилья, получение образования и лечения, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых. Задача оказалась не из простых, ведь пенсионные отчисления – это прежде всего забота о будущем. Если эти деньги будут служить населению сейчас, то есть риск остаться без средств к существованию старости. Именно поэтому различные механизмы вызывают много споров и обсуждений. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Правительстве посчитали, чтобы обеспечить себе безбедную старость, до выхода на пенсию каждый работающий казахстанец должен накопить около 11 миллионов тенге. Поэтому строить планы на пенсионные деньги пока рано. Уже сейчас ясно – получить накопленное заранее смогут далеко не все. В противном случае слишком большой риск остаться без пенсии вообще. Использование пенсионных накоплений будет зависеть от суммы накопления вкладчиков. Есть установленная норма. То есть мы должны сделать соответствующие расчеты. Во-первых, на сегодняшний день сумма накопления. Второе – средняя продолжительность казахстанцев. Я об этом уже сказал. 75 лет. И мы сделали расчет после выхода на пенсию примерно сколько лет будет жить казахстанцы. То есть на сколько лет надо иметь накопление в своих счетах этот вкладчик. Вот с учетом этого. И какая-то сумма 40% минимум должна оставаться. И с учетом этого будет определено расходование этих накоплений на приобретение жилья, на лечение и так далее. Чтобы купить жилье или получить образование за счет пенсионных денег, нужно накопить определенную сумму. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, у 20-летних мужчин должно быть как минимум 6,5 миллионов тенге. Для женщин этот порог выше, поскольку по статистике продолжительность жизни дольше. 20-летние девушки, которые намерены снять деньги с пенсионного счета, несмотря на столь молодой возраст, должны отложить более 9,5 миллионов тенге. Лишь малая часть работающих казахстанцев сможет позволить себе использовать пенсионные деньги и то не в молодом возрасте, а после 50 лет. Чаще всего в этом возрасте у людей уже есть собственная жилплощадь, и они не нуждаются в получении образования. Минтруда предлагает разрешить это тем, у кого накопление больше 10-12 миллионов тенге, а это всего 102 тысячи человек. Причем высокая вероятность, что у них есть жилье. В общем, поручение президента не выполнено. Так же, как член рабочей группы заявляю, что данное решение является решением Минтруда, а не рабочей группы. По крайней мере, я был 100% против такого решения. Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%. Эксперты предлагают перенять опыт сингапурской пенсионной системой. Там и работник, и работодатель вносят в фонд ежемесячные пенсионные взносы, которые затем распределяются на три разных счета вкладчика – обычный, специальный и медицинский. Средства с обычного вкладчик может использовать на покупку жилья, на оплату обучения себе или другим членам семьи. Также возможны и досрочные изъятия денег в случае утраты трудоспособности, или если вкладчику, например, поставят диагноз тяжелой или неизлечимой болезни. Средства, накопленные на специальном счете, будут неприкосновенным пенсионным запасом. Ну а деньги с медицинского вкладчик может расходовать на лечение на свое усмотрение. Такую систему можно успешно адаптировать и в казахстанских условиях. Такой комплексный подход способен отвечать интересам всех сторон, в том числе и государство, которое сможет легализовать теневую экономику, и работодателей, для которых уменьшится налоговая нагрузка, на фонд оплаты труда. А работники в таком случае получат полноценный инструмент для решения своих социальных вопросов, текущих проблем. Плюс ко всему, они будут накапливать средства на свою пенсию. Вопрос в том, что люди должны быть заинтересованы в увеличении своих сбережений. Недоверие населения к пенсионным фондам привело к тому, что в стране на сегодняшний день недостаточно пенсионных сбережений. Об этом говорит тот факт, что 10 миллионов работающих казахстанцев смогли накопить лишь 10 триллионов тенге. В среднем по одному миллиону на каждого. Этой суммы не хватит даже на первоначальный взнос при оформлении ипотеки. Если людям дать возможность снимать деньги, то они могут их просто потратить на какие-то свои нужды, либо еще что-то, либо взять квартиру, а потом затем ее продать, или еще что-то, потом потерять все деньги. Поэтому, мне кажется, нужно смотреть со всех сторон. Если людям действительно нужна квартира, какая-то недвижимость, где они могли бы работать, спокойно детей растить, тогда, конечно, я согласна, да, этим людям, наверное, надо выдать. Но второй вопрос, когда уже они выйдут в пенсионном возрасте, будут, на что они будут жить. Тут самое главное все это сбалансировать, чтобы осталось и на что людям жить в последующем, в то же время они могли свои насущные нужды решить, жилищные вопросы. Хорошая мысль. А вы бы стали пользоваться данной возможностью и для каких целей? Конечно. Если там написано для учебы, для приобретения недвижимости, почему бы нет? Нашим детям, почему бы можно было бы снять и наших детей обучать? Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, численность населения в мире будет расти в течение следующих нескольких десятилетий. Сейчас на Земле проживает более 7,5 миллиардов человек. Ожидается, что к 2050 году эта цифра вырастет на 2 миллиарда. Рост населения будет сопровождаться увеличением доли пожилых людей. Поэтому вопрос пенсионных накоплений и пенсионных выплат беспокоит не только правительство Казахстана, но и других стран. В прошлом году, например, в Грузии заработала новая накопительная пенсионная система. У каждого трудоустроенного гражданина страны свой счет, куда ежемесячно будет перечисляться 6% от суммы его зарплаты. 2% он будет платить сам, еще столько же отчисляет работодатель и еще 2% государство. Но в случае с последним, если годовой доход превышает 9 тысяч долларов, из госбюджета вместо 2% выделяется лишь один. Новшество вызвало много вопросов у местных жителей. Система дискриминационная. Один или двухпроцентный пенсионный взнос со стороны государства противоречит принципу равноправия. Ведь на деле правительство расходует бюджетные средства не потому, какое социальное положение у конкретного гражданина, а потому, у кого какой был доход. То есть у богатого с высокими доходами будет больше надбавки к пенсии, а у бедного меньше. Дискриминация может возникнуть и в казахстанском сценарии новой пенсионной реформы. Ни для кого не секрет, что большие заработные платы, а соответственно и большие пенсионные отчисления, на сегодняшний день есть у зажиточных казахстанцев. Вероятнее всего, в большинстве своем. Они не нуждаются в использовании пенсионных накоплений, на приобретение жилья и другие социальные нужды. А те, кому реформа действительно может помочь улучшить свои условия и положения, не смогут ею воспользоваться из-за недостаточных средств на пенсионном счете.